Мы тебя поздравляем. Сегодня магданские школьники получили аттестаты. В 24-й гимназии вручили документ об основном общем образовании более 79-ти классникам. Даниил Мороз в этом году с отличием окончил 9-й А-класс. Учеба на дистанционке давалась нелегко. По словам ученика, не хватало личного общения с педагогами. Также иногда приходилось разбирать материал самому. Однако, по словам Даниила, сложности помогли личностно вырасти. Молодой человек планирует продолжить обучение в родной гимназии уже очно и получить золотую медаль. Я думаю, я пойду в 10-й класс и продолжу обучение, пойду на золотую медаль. А там в дальнейшем вуз и так далее. Конечно, очень бы хотелось в обычную школу встретиться со своими одноклассниками, с учителями и учиться нормально. Ну, как получится. С отличием в 24-ю гимназию окончили 11 человек. По словам выпускников, огромную поддержку им оказывали и оказывают родители. Не только во время режима самоизоляции и дистанционного обучения, но и на протяжении всех 9 школьных лет. Леся Стрекалова, мама выпускницы отличницы Маргариты, рассказывает, что проблем особых с дочерью не возникало. Сложность была одна – заставить девушку отдохнуть от учебы. Ну, честно говоря, это, наверное, идеальный ребенок, не потому что я маму хвалю. И сложности были, наверное, заставить ребенка отдохнуть, оставить учебу даже во время дистанционного обучения. И просто посидеть, отдохнуть, не занимаясь ничем. Потому что это ребенок, который не просто так получает аттестат, естественно, красный аттестат – это очень сложно получить. Это ребенок, который все время работал, работал, работал. По словам педагогов, последние несколько месяцев были непростыми для выпускников. Учеба проходила дистанционно. Однако, оценки в аттестатах у всех ребят хорошие. Все посетители в день вручения аттестатов соблюдали санитарные нормы. Были в масках, перчатках, протирали руки антисептиком, держали дистанцию. Выпускников приглашали по одному человеку с интервалом в 10 минут. Из-за тяжелой эпидемиологической обстановки забирать оригинал аттестата лично не обязательно. Родители могут направить запрос и получить отсканированный документ. При этом подлинник будут хранить в школе. Дети в основном все получают аттестаты. Несколько человек уехали. Один из них будет получать по доверенности мама. И по запросам родителей можно подать заявление, чтобы переслали скан, заверенную копию, по адресу, по какому скажет ученик. Еще можно по электронной почте на наш адрес гимназии направить заявление. По словам педагогов, во время онлайн-обучения они старались помогать ученикам, потому что не у всех ребят была возможность сидеть за компьютером или смартфоном. Старались объяснять материал как можно понятнее. Тем не менее, на дистанционке интересный опыт получили и учителя, и школьники. Государственная итоговая аттестация в этом году проводится по итогам текущих отметок учащихся. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профессиональных образовательных организациях, будут зачислены в них по результатам аттестата. ЕГЭ же могут сдать те, кто решил получить высшее образование. Школьники в следующем учебном году, 1 сентября, надеются посетить школу лично и продолжить обучение уже очно. Елизавета Сипайлова, Вероника Янушкевич.